сегодня такое ветрище опять друзья всем привет вы на канале в своем доме это канал о том как мы на участке размером 1 гектар строим свое поместье в этом году я все планирую сделать беседку сделать настил перед баней и костровую зону сейчас мы уедем правда на море ненадолго а потом вот уже приедем наверное начнем делать я все никак там не могу не могу спроектировать как сделать блок системы полива в итоге сейчас пришла такая мысль что вообще отдельно за бане поставлю будку с поливом но все это системы потому что если делать под дровником под дровником это все то дровник дрова не влазит у меня там там и так придется чуть-чуть загибать если камаз вот дров заказывать то там надо довольно большой дровник делать и сейчас вот пришла идея что я сделаю там углом дровник за баней и за дровником за этим сделаю будку отдельную под полив чтоб все шланги все трубы там за баней шли там будет еще хвойная хвойный такой лесок и ничего не будет видно я думаю вот и для костровой зоны мне сейчас пришли стулья наконец-то мы хотели заказать такие стулья чтобы их можно было на улице оставлять под дождем ну чтоб они не были пластиковые были деревянные но чтоб их более-менее чтобы они как-то держались на открытом пространстве под дождем под снегом под всем остальным чтобы можно было в любой момент прийти сесть чтобы их не таскать туда-сюда и вот сейчас будем собирать вот мне прислали два стула со столиком два или четыре даже не знаю и будем собирать смотреть взяли их в темном цвете в цвете венга чтобы они были более практичные потому что не знаю вот что все дерево почему-то чернеет в точку хотя даже покрытое масло все равно чернее точку лаком покрытая лопатка вот у ивара была лаком покрытая почему-то почернела в точку мы решили взять в темном цвете посмотрим как это будет если будет стоять это все на улице под солнцем под дождем но собирать пойдем в дом больно тут ветрено неудобно так вот такие две коробки весом 23 килограмма вот он какой цвет венге темный сейчас все вытряхнем как много запчастей мы когда гамак покупали заказывали ходили смотрели к соседу у него тоже такой вот стул стоял предлагали мне даже такое сделать у них тут мастерская есть но это было бы намного дороже чем заказать вот допустим кто профессионально занимается да вот на вайлберрисе делают такие стулья у них производство дешевле получается раза в два наверно чем индивидуально заказывать точно такие же хотят хотя вот точно такие вы и не там не кончаются вот это вот одна коробочка должно получиться вот такой вот кресло кресло релакс макс какое-то вот это надо все посчитать сколько тут чего частей и как-то собрать должно как-то легко собираться что тут есть какое-то внимание могут пачкаться руки но пахнут они до в проветриваемом помещении они пахнут еще достаточно сильно краской но или маслом чем-то их пропитывают такая пропитка гайки булочки рейки и подушки еще тут это подголовники сделаны из такой ткани как как палатка шиты навсегда их никак не снимешь цвет под наш диван бежевый так ну поехали считать смотреть что куда сколько чего какого размера а вот а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Пропробуем его... Пропробуем... Удобные кресла, хоть они и низкие, но... Достаточно удобно. Ещё подушечку сюда... Стало шпильки отпилить болгарочкой... И заглушки сделать... Чёрные... И всё, первый есть... Стульчик... О, лёгкий, вообще лёгкий... Погнали следующий... Уже на опыте... Неправильно расположил я... Ножки сейчас... Выдернул... Ножки надо, чтобы длинными сюда шло... Теперь вставляем... Снова шпильку... Через одно... И проверяем... Правильно ли в этот раз я... Сложил... Да... Фух... Это кресло уже легче собралось... Второе готово... Ещё столик остался... Так много осталось запчастей... Шайба... Шайба... Гайка большая... Три маленькие... Гаечки... Тут даже в комплекте нету таких маленьких гаек... Зачем они здесь лежат... Так, осталось затянуть... Отпилить всё... Ну я тут тоже большие гайки поставил... Не стал такие маленькие ставить... Раз уж тут везде большие пусть тут тоже будут большие... Мой трекории... あぁ... … Ranright! ну вот другое дело кайф же хоть откинуться можно а то на этой скамейке пока пусть тут стоят сейчас еще соберем очки уехали еще два стула и столик соберем сейчас потом там сделаем зону под костер и их там поставим еще бы и варюхи на игрушки тут убрать весь вид портят камыши нарвал не дает выбрасывать ничего нарвал каких-то камышей палок притащил из садика и всем этим играет пойду на обед а потом собирать еще два стула и столик всего будет четыре таких стула и два столика ветер хороший пруд мешает воду вода холоднее значительно после ветра становится в пруду но на следующей неделе обещают жару жесткую и не сильный ветер 5 нагреется сейчас к соседу ходил у него там уж опять белугу стащил мелкую заглатывал я смотрел как он и заглатывает так что уже осетра таскают того большого видимо тоже он придушил но тот большой уже был немножко потухший может он его раньше придушил в общем не знаю будут решать с этими ужами читайте такая большая рыбка наверное рублей 500 стоит 600 если маленькая белушка стоит 300 рублей это уже почти на косарь мы увидели как уж съедает осетра ну как бы не дело при том что еще его кормишь корм дорогущий сядь отдохни черные нам даже лучше смотрятся чем белая рамы черные тут ничего нету такого бежевого деревянного единственного там будем делать светлые светлые мебель стеллажи под мусорку там до под рабочие поверхности они будут немножко светлые ну там опять за углом не видно тут отдельная зона еще вот здесь вот поставим стулья напротив и будем сидеть пока что пока там не готова кстати у нас сейчас решается где будут выделяться части земель под жилые дома ну решаем вопрос все таки вот и мы определили что дом будет вот на том участке где-то по центру того участка я буду вал и вот эти снимать и поднимать немножко горкой чуть-чуть будет на возвышенности дом стоять там подниму землю наверно ну сколько рассыпется может если метр рассыпется на метр поднимется то хорошо все равно делать автополив как бы не вижу смысла там особо оставлять низинку такую заболоть заболотистую потому что вода стоит если деревья сажать зимой вода будет стоять на чтоб зимой вода не стояла чтоб вся вода уходила вот главное главное летом летом все равно поливать там не знаю до конца мая наверное еще как-то более-менее влажно почве с июня вообще уже сухо уже все равно поливать с июня до октября поливать надо в любом случае что с дождями проблематично последние годы вот когда дом строили прям дожди лили лили и лили вообще никак не могли крышу сделать потому что были дожди целый все лето все лето шли дожди а сейчас вот как дом достроили ну вот это здание дожди куда-то делись вот вот там вот будем где-то в центре поднимать рассыпать я не знаю соседи сейчас будут пруды копать может экскаватор будет может большим экскаватором цену спрашивали там уже за экскаватор пять с лишним в час ну вот за большой гусеничный экскаватор там Прям от 5000 в час уже обалдеть цены. Но он тут конечно за день наверное справится. Раскидает обратно. Двойную работу придётся сделать. Мы же наоборот на валы тогда накидывали. Сейчас обратно надо будет с валов. Короче не маленько. Не продумал сразу. Ну видите от опыта зависит. Как здесь стало. Как там стало. Видно через время только. Поэтому сейчас будем вот этот вал широкий убирать. Там у меня много земли тоже всё сюда рассыпать. А остальное сглаживать. Посмотрим сколько ещё там идёт. На планировку земли наверное ещё 1150. Но желательно сейчас в ближайшее время вот это всё там уже распланировать. Чтоб уже всё оседало. Рассыпалось. После зимы можно будет ещё раз трактором проглазить. Вот как эти участки. И будет ровненько и можно будет выкашивать. Сейчас там косить нереально. Туда трактор тогда с косилкой загонял. Он отказался. Сказал я не буду косить там. Буэраки вот такие ещё. Ещё эти. Щебень попадает в косилку. А отказался тогда. Проехал один ряд и всё. Вот поэтому надо там насыпать. И всё это разглаживать. Разравнивать ровненько. А вот там за прудом. Вот как пруд там кончается. Я хотел насыпать погреб насыпной. Тоже из той земли. Не знаю вот сейчас там засыпать это всё. Кучу сразу насыпать. А потом вырезать из этой кучи. Получается место под погреб. Либо оставить пока в куче. Сделать. Залить погреб. А потом уже засыпать. Не знаю. Как бы двойная работа опять не получилась. Но хватит опять. Чтоб уже там всё прибрать. Тот угол тоже надо думать. Потому что погреб это вообще не ближайшая задача. Это ещё долго до него. А погреб по-любому надо будет. Потому что если будем тут сады сажать. Тут не одна сотня будет плодовых деревьев. Надо будет это где-то всё. Те же яблоки, абрикосы, сливы. Где-то надо будет сохранять в какой-то пониженной температуре. Либо холодильник строить. Но это опять электроэнергии куча. Чтоб его круглые сутки охлаждать. Так, ладно. Отдохну. Пойдёмте дальше собирать. Пойдёмте дальше. Пойдёмте дальше. Ну вот, получилось такое местечко кайфовое. На четырёх человек. Осталось дров принести и костёр разжечь. Класс. А, ещё ж подушки. Сейчас подушки принесу. Хотя бы одну. О, с подголовничком. Ну, с подголовником. Прямо смотреть удобно. Класс. Тёмный цвет. Мне нравится. Круто смотрится. Кстати, не болтается ничто. Всё так стоит чётко. Или может их туда... А, ну там гамак вообще-то висит. Там просто места больше на углу. Тут такой проходик в метр остаётся. Ладно, пока пусть здесь стоят. В целом кайф. Я в телеграм-канале уже скидывал ссылку на вот эти вот релакс-кресла. Называются так. Так они и называются. Кресло релакс. На Вайлдберрисе продают. Ссылку в описании тоже оставлю. Вдруг кому-то нужны такие кресла. Удобная у них посадка всё-таки. Всякие смотрели кресла. И навороченные креслокачалки. Тут сосед он креслокачалку продавал. Тысяч за 25. Самодельную избука. Но надо что-то такое. Не сильно дорогое. Чтоб это всё могло стоять под дождём. Под солнцем. Посмотрим, насколько краски хватит под солнцем стоять. Баню уже, наверное, скоро перекрашивать придётся. Там краска такая подсохшая уже. Смола ещё выделилась у бани. Ладно, друзья, буду заканчивать. Собрали мы вот такие вот кресла для зоны отдыха. Когда займёмся зоной отдыха, пока не знаю. Надеюсь, что в ближайшем будущем, после моря, всё-таки начну делать. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забывайте поддержать лайком. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok